Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Ведопульс» и я врач компании «Арчбасова» Елена Алексеевна. Сегодня тема нашего вебинара – гельминтозы, а более подробно мы поговорим о таком гельминтозе, как апистархоз. Вначале дадим определение, что же такое гельминтоза. Гельминтоза – это группа заболеваний, которая вызывается гельминтами. То есть причиной развития этих заболеваний являются гельминты. Другими словами, это паразиты. То есть это паразитические многоклеточные организмы, которые относятся к классу низших червей. То есть вот эти паразиты, проникая в организм человека, мы будем называть это уже организмом хозяина, окончательного хозяина, и, соответственно, вызывают там и развитие того или иного заболевания – гельминтоза. Так вот, на сегодняшний день насчитывается больше 250 видов гельминтов, которые могут вызывать различные психологические состояния у человека. Если посмотреть на статистические данные, то оказывается, что каждый третий житель Европы поражен тем или иным гельминтозом. Если говорить конкретно о таком гельминтозе, как апистархоз, то нужно сказать, что причиной этого заболевания является определенный паразит, определенный червь, которую мы сейчас дадим характеристику, узнаем про него в подробностях. Скажем, что причиной этого заболевания является печеночный или кошачий сосальщик, так его называют. И что же происходит, в основном поражается при этом заболевании? При апистархозе преимущественно поражается, вовлекается в патологический процесс гепатобилиарная система. Гепатобилиарная система, другими словами, это печень и желчевыводящие пути. А также еще страдают протоки поджелудочной железы. Соответственно, вовлекается в процесс, как мы видим, система пищеварения. И нужно сказать, что апистархоз – это заболевание, которое протекает очень-очень долгое время, десятилетиями. И бывает протечение совершенно бессимптомное, это хронический вариант, с определенными моментами обострения. Либо, это мы сегодня тоже скажем, когда возникает острый период, тогда, конечно же, мы увидим острую клинику апистархоза. Это заболевание, которое, так скажем, распространено у нас в России. И посмотрите, опять же, по статистическим данным, более 2 миллионов человек страдают этим паразитозом. Но нужно сказать, что выделяют определенные очаги этого заболевания, так называемые эндемические очаги, заболевание эндемик. Оказывается, что больше всего распространенность апистархоза касается жителей сибирского региона, особенно это западная и восточная Сибирь. Ну, а так как мы живем в Новосибирске, то для нас это заболевание является как раз очень актуальным. Особенно это бассейн, вот, Иртыш-Оп, Иртыш-Опского бассейна, вот это вот, так скажем, высокая частота встречаемости апистархоза. А также это вот для жителей Приднепровья. И если посмотреть по распространенности всего апистархоза, то две трети мировой заболеваемости приходится как раз на жителей России и в большей степени на жителей Сибири. Ну, теперь давайте познакомимся, что же из себя представляет возбудитель апистархоза. Как мы поняли, это червь, которая относится к классу плоских червей. Соответственно, возбудитель двууска сибирская или кошачья. Как я сказала, это называется еще либо кошачий сосальщик, либо печеночный сосальщик. То есть само название говорит о том, что этот паразит каким-то образом присасывается к слизистой оболочке желчевыводящих путей хозяина. Ну, давайте все по порядку. Итак, возбудитель апистархоза паразитирует в организме человека кошек и собак. То есть вот эти представители являются окончательными хозяевами. Где? Мы сказали, где это печень, это желчный пузырь, это желчевыводящие пути и, соответственно, поджелудочная железа. И вот здесь, на данном слайде, вы видите, как выглядит этот червь. Мы не будем разбирать в подробности всю анатомию физиологии его строения. Давайте только скажем, что он имеет совсем небольшие размеры, где-то от 4 до 13 мм в длину. И вот здесь как раз у него есть такой вот орган, который называется присоска, ротовая присоска. Вот именно при помощи этой ротовой присоски, почему сосальщик, да? Он присасывается к слизистой оболочке. Теперь мы разберем цикл, так скажем, весь цикл, как происходит заражение апистархозом. И разберем промежуточных хозяев, которые принимают участие в развитии этого паразита, и, соответственно, как этот паразит попадает в организм окончательного хозяина, то есть человека. Итак, основным источником инвазии, да, то есть этого заболевания является больной человек. Больной человек апистархозом, либо это животные. Ну, мы поняли, это кошки и собаки. Вот скала человека больного, либо больного животного, яйца возбудителя, то есть этого кошачьей двууски, печеночного сосальщика, они попадают в воду. Попав в водоем, они будут заглатываться первым промежуточным хозяевом – это улитки, улитки-прудовики. Как раз в организме улиток происходит размножение личинок паразита, и там появляется промежуточная форма, которая называется циркария. Личинки циркария. Вот эти личинки в дальнейшем выходят опять в водоем и проникают уже в, так скажем, организм своего второго промежуточного хозяина, которым являются рыбы. Рыбы не все, а семейство карповых. Соответственно, что же относится к представителям этого семейства? Это, как вы видите, караб, маккарп, карась, жерех, ясь, елец, платва, лещ, линь, чебак. Вот такое многообразие пресноводной речной рыбы. Вот как раз эти рыбы заглатывают циркариев, и, соответственно, уже в организме рыбы происходит последующий цикл развития этого паразита. Соответственно, личинки, да, циркарии, которые захватились с жителями рыбами, они проникают в мышцы рыб, то есть, соответственно, мясо рыбы, да, мышцы рыб. И там происходит следующая форма развития этого паразита. Как же происходит заражение уже непосредственно человека, то есть окончательного хозяина? Ну, человек должен эту рыбу, с личинкой. Теперь эта личинка уже будет называться мета циркарий. Следующая форма существования. Он должен просто эту рыбу съесть. Значит, соответственно, заражение происходит апистархозом при употреблении в пищу рыбы, в которой находятся личинки, вот этого печеночного сосальщика. Причем рыба должна быть в соответствующем состоянии, то есть, это либо она сырая употребляется в пищу, либо малосоленая, непровяленная, недостаточно термически обработанная. То есть, другими словами, если рыба заражена личинками пистархезов, но прошла достаточную термическую обработку, а дальше мы скажем, какова же эта достаточная термическая обработка, то эти личинки погибают, и такая рыба опасности для человека не имеет. Но если, соответственно, употребляется рыба, которая не, как скажем, подвергалась достаточной обработке, вот тогда это является источником заражения уже окончательного хозяина. Значит, как можно заразиться? Можно съесть, да, вот такую вот рыбу, а также заразиться можно при несоблюдении определенных санитарно-гигиенических требований. Что сюда относится? Ну, всем прекрасно знаем, что в условиях общепита, да и у каждого на кухне, есть разделочный инвентарь, я имею в виду доски, разделочные ножи, ну, должны быть, если мы говорим про условия общепита, промаркированы. Соответственно, рыба разделывается на одних досках определенными ножами. Если же этого не происходит, то есть, когда используются доски разделочные ножи, тарелки, другие какие-то, да, предметы кухонного инвентаря, то может произойти обсеменение апистархисами и других продуктов, которые тут же на этой доске после рыбы будут каким-то образом подвергаться кулинарному воздействию. Соответственно, тоже может произойти обсеменение и можно заразиться апистархозом. Ну, посмотрите, вот здесь на слайде вы видите в эндемичном очаге, потому что эндемичный очаг это вот как раз рыба, она, как правило, 100% зараженная апистархозом. Дальше, что же происходит в организме окончательного хозяина? То есть, человек съел такую рыбу и в желудке капсула метациркариев, это мы говорим вторая форма личиночного существования, она переваривается, разрушается оболочка и, соответственно, уже когда дальше рыба, которую человек съел, подвергшаяся обработке в желудке продвигается в 12-перстную пышку, то здесь уже личинки-возбудителя они выходят соответственно в просвет 12-перстной кишки, а дальше они уже проникают, посмотрите, в желчевыводящие протоки, они попадают в желчный пузырь и часть из них может попадать в протоки поджелудочной железы. Ну, а мы с вами знаем, что общий желчный проток и проток поджелудочной железы соответственно открываются как раз 12-перстную пышку. Вот отсюда уже непосредственно возбудитель проникает в место своего, так скажем, окончательного нахождения. Итак, давайте посмотрим. Полный цикл развития возбудителя от яйца до половозрелого паразита длится где-то примерно 4-4,5 месяца. После этого паразит, который уже находится в организме человека, организме окончательного хозяина, начинает самостоятельно продуцировать яйца, то есть он становится половозрелой особью. Посмотрите, продолжительность жизни аписторхисов она очень, так скажем, значительна, она равняется 20-25 лет. Даже если один, так вот себе представим, один возбудитель, один аписторхис проник в организм хозяина, то он там может совершенно нормально существовать в течение 25 лет и воспроизводить яйца, которые этот больной человек будет выделять соответственно в окружающую среду. Ну вот здесь на этом слайде схематично показан полный цикл развития аписторхиса. Посмотрите, все начинается с больного человека. Мы сказали, выделяются яйца аписторхисов, дальше в водоеме они заглатываются улитками, прудовиками, одна личиночная форма существования циркарии, дальше они выделяются тут же в водоем, их заглатывают рыбы, семейства карповых, эти личинки уже проникают в мышцы рыб, соответственно, дальше происходит формирование второй промежуточной стадии, мета циркарии, рыбу выловил и съел человек, плохо термически обработанную, либо съели животные вообще в сыром виде, и, соответственно, вот он, аписторхис проник в организм окончательного хозяина и дальше попадает в желчевыводящие пути. Вот как раз здесь показано. Вот она, 12-перстная кишка, вот он проток поджелудочной железы, вот он общий желчный проток, соответственно, личинка, которая освободилась в просвете 12-перстной кишки, она легко проникает в общий желчный проток, затем, посмотрите, дальше проникает в печень печеночные протоки, забрасывается по протоку желчного пузыря в желчный пузырь и часть проникает в протоке поджелудочной железы. Вот это место, скажем, жительства аписторхозов. Если заражение произошло впервые, то выделяют так называемую раннюю фазу или по-другому это называется острый аписторхоз. Длится это состояние от нескольких дней до нескольких недель, 4-8 недель может быть. И связано как раз с проникновением паразита в гепатобилиарную систему и поджелудочную железу. Если речь идет о позднем аписторхозе, по-другому это называется еще хронический аписторхоз, эта ситуация продолжается многие годы. С хроническим аписторхозом люди живут и могут жить всю свою жизнь. но всю свою жизнь мы говорим длительные годы. разберем ситуации, когда это эндемичный очаг и люди всю свою жизнь с момента рождения до конца живут на берегу реки, ловят рыбу, питаются этой рыбой, то есть рыба является основным источником питания. соответственно жители такой местности как правило практически полностью все население заражено аписторхозом и каких-то острых проявлений клинической острой картины как правило мы не увидим вот в этом вот эндемичном очаге. Почему? Потому что у этих жителей формируется так называемая иммунологическая толерантность к аписторхозу. Слово толерантность оно обозначает устойчивость то есть люди эти заражены аписторхозом аписторхезы живут у них в желчеводящих путях но острых клинических проявлений не будет. Давайте посмотрим почему формируется вот эта иммунологическая толерантность потому что ну можно сказать образно конечно практически с молоком матери передается защита иммунологическая защита от антигенов к антигенов аписторхезов почему потому что антитела к аписторхозу они формируются при поступлении антигенов антигенов этих аписторхезов аписторхезов в организм так вот антитела начинают формироваться у жителей этой местности еще внутриутробно то есть при беременности у ребенка при утробном развитии начинают формироваться антитела и соответственно после рождения организм зрелый уже будем говорить организм который начинает потреблять в пищу вот такую вот рыбу зараженную аписторхозом воспринимает этот антиген ну в кавычках скажем как свое и особо выраженной иммунологической защиты борьбы от остроты проявлений ее у таких жителей уже не наблюдается то есть заболевание протекает в субклинической стертой не явно выраженной форме и как правило аписторхоз выявляется где-то когда-то случайно если же человек впервые приехал в этот эндемичный район поел такой рыбы никакой иммунологической защиты никаких антител у него нет соответственно аписторхоз у него будет протекать очень-очень остро чем же проявляется аписторхоз давайте посмотрим острое проявление аписторхоза болезнь начинается как правило внезапно очень остро выраженные симптомы интоксикации то есть соответственно что это лихорадка высокая температура температура фибрильная фибрильная это то что больше 38 градусов но как правило при остром аписторхозе она может быть еще выше 39 и 40 градусов лихорадка очень длительная и она практически ничем не сбивается даже если начинают лечить как правило антибиотиками то тоже лихорадка будет держаться посмотрите лихорадка может держаться 1-3 недели соответственно это изматывающее изнуряющее состояние для человека при этом пациент будет испытывать болевой синдром который выражен в правом подреберье потому что мы говорим что гепатобилиарная система страдает в большинстве случаев соответственно в правом подреберье выраженный болевой синдром если же говорить о хронической стадии апистархоза то здесь течение этого состояния связано с жизнедеятельностью паразитов представляете в организме человека живет червь который имеет свой жизненный цикл он живет выделяет продукты своей жизнедеятельности он размножается соответственно производит яйца которые выделяют организмом хозяина выделяются продукты жизнедеятельности которые очень токсичны для организма и соответственно у этого человека в той или иной степени выражены симптомы постоянной хронической инфекции это то что если говорить об общих проявлениях если же говорить о том что происходит локально там где паразит непосредственно живет то этот печеночный сосальщик присосался к слизистой желчеводящих путей протоков поджелудочной железы соответственно в этом месте возникает воспалительный процесс воспалительный процесс протоков печени воспалительный процесс протоков поджелудочной железы конечно же будет страдать функция пищеварения функция пищеварения все что связано с усвоением пищи, с механизмами ее всасывания, значит, мы увидим всю симптоматику нарушений функции желудочно-кишечного тракта. Итак, при обострении, как мы сказали, могут быть болевые ощущения в верхней половине живота. Это правое подреберье. Дальше симптомы диспепсии. Какие? Ну, это тошнота, прежде всего. Если затронута гепатобулярная система, значит, идет нарушение функции желчеотделения, а желчь принимает участие в усвоении жирной пищи, усвоении жирорастворимых витаминов, значит, соответственно, будет нарушено усвоение жиров. Значит, человек будет испытывать ощущение горечи в ротовой полости, состояние сухости, пищеварения. И, соответственно, вот мы увидим всю картину, связанную, допустим, с холециститом. С холециститом плюс 12-перстная кишка, значит, это будет проявление еще и гастродуаденита. Плюс паразит живет в протоках поджелудочной железы, значит, будут присоединяться симптомы панкреатита. То есть вот такая вот картина, которая затрагивает патологию многих органов системы пищеварения. Плюс общие симптомы интоксикации, конечно же, скажутся на психоэмоциональном состоянии такого человека. И это может проявляться как депрессиями, так и развитием какой-то тревожности и так называемым ипохондрическим синдромом. Ну и вот здесь, как раз на этом слайде, и показано, чем проявляется хронический апистархоз. То есть это клиника холецистита, вот там желчный пузырь показан, да, воспалительные процессы в нем. Это клиника гастродуаденита, клиника панкреатита, вот она, поджелудочная железа, и гепатита. То есть симптомы, да, допустим, холецистита. А причина какая? А причина то, что там живут апистархезы. Либо это клиника гастродуаденита у человека. А причина какая? Причина то, что это опять же апистархезы. То есть, еще раз хочу сказать, клиника нарушений функции желудочно-кишечного тракта. Помимо того, что имеется симптоматика локальная, есть еще симптомы, которые, ну, никак не связаны с вовлечением в процесс органов пищеварения. Давайте посмотрим, что еще может быть при апистархозе. Это идет нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы. Чем проявляются? Самые различные проявления. Это может быть тахикардия, то есть повышенное сердцебиение. Это может быть кардиология, боли в области сердца. Это изменение артериального давления, гипотония, как правило. И на фоне вот этой вот интоксикации может еще происходить диффузно-дистрофическое изменение миокарда, то есть мышцы сердца. Опять же, если посмотреть воздействие токсинов на центральную нервную систему, мы сейчас сказали, да, чем это проявляется. Это может быть повышенная возбудимость, которая сопровождается повышенной утомляемостью, раздражительность, человек плохо засыпает, он испытывает постоянные головные боли. Нарушение со стороны вегетативно-нервной системы. Со стороны вегетативно-нервной системы, посмотрите, тоже многообразие различных признаков. Это может быть потливость, чаще всего локальная, то есть потеют ладони. Локально, да, пациент жалуется, что у него потеют ладони. Такова причина. Это может быть слюно-течение, тремор, век, языка, пальцев, рук. И вот нужно сказать, что иногда вот такая неврологическая симптоматика, я имею в виду тремор, да, пальцев, рук, тремор, век, она может быть очень-очень выражена и ставится даже диагноз самостоятельный, как вегетососудистая дистония, как основной диагноз. А причиной этого является вот токсическое воздействие паразитов, живущих в организме. Дальше. Какие еще могут быть проявления апистархоза? На фоне вот жизни паразитов, да, их такого токсического влияния, могут быть различные аллергические проявления, которые затрагивают изменения на коже. Чем это проявляется? Это может быть постоянный кожный зуд, и человек ходит и себя расчесывает, да, в определенных местах. Дальше это может быть крапивница. И вот здесь вот как раз на слайде вы видите, что кожные проявления, кожные, так скажем, высыпания, они могут быть, ну, различных проявлений. Это может быть просто какая-то мелкая розовая сыпь, допустим, либо вот здесь такие вот крупные бляшечные элементы. Самые различные кожные проявления. Это могут быть проявления пищевой аллергии. И нужно сказать, что при апистархозе в крови всегда будет повышено количество клеток, которые называются эозинофилы. Эозинофилы – это разновидность лейкоцитов. Лейкоциты, как вы знаете, это наша иммунная защита. Лейкоцитов несколько видов. И вот одним из этих видов являются клеточки эозинофилы, которые, как раз их действие направлено на борьбу с токсическими веществами. И при любом паразитозе, нужно сказать, при любом паразитозе, в том числе и при апистархозе, в крови всегда эозинофилия, то есть повышенное количество этих клеток. При обострении, конечно, эозинофилез будет ярко выраженный. При какой-то хронической, субклинических формах эозинофилы повышены, больше, чем нужно. То есть всегда их повышенное количество. То есть это является таким вот одним из факторов диагностики помогать. Ну, теперь хотелось бы остановиться на диагностике. Ну, про диагностику можно говорить много. Диагностика есть классическая, академическая. Диагностика сейчас распространена всякая различная. Но вот скажу, как есть. Значит, как продиагностировать наличие паразитоза? Прежде всего, это, конечно же, клиника. Ту клинику, которую мы сейчас описали. Это связь места жительства, это связь характера питания, да, то есть с возникновением симптомов. Если говорить о каких-то лабораторных методах исследования, конечно, существуют различные многообразия этих методов. Это и ультразвуковое исследование, это и компьютерная томография, это и рентгеноконтрастная холецистография, да, то есть методы, которые могут позволить выявить, что изменение функции гепатобилиарной системы, изменение функции поджелудочной железы. Но, давайте сразу скажем, стопроцентный результат, стопроцентный результат определения именно аписторхисов, а мы говорим сегодня о них, дает только, как вы видите, паразитологическая диагностика. Паразитологическая диагностика – это обнаружение паразитов, яиц паразитов, да, яиц гельминтов, где в фекалиях больного человека, либо в дуаденальном содержимом. То есть проводится дуаденальное зондирование, в результате которого, как вы видите, да, здесь есть три пробирки, получают три пробы. Дуаденальное зондирование – это, так скажем, помещение зонда в 12-перстную кишку, глубоко очень вводится зонд. И первая порция – это получение непосредственно содержимого дуаденального, то есть то, что есть в 12-перстной кишке. Вторая порция – это получение уже непосредственно желчи из желчного пузыря. И третья порция – это получение желчи уже из печеночных протоков, то есть, так скажем, более глубокое, да, взятие материала. И если эписторхисы присутствуют, то дуаденальное зондирование в обязательном случае покажет там их следы пребывания. Еще раз хочу сказать, что именно только паразитологическая диагностика 100% может поставить диагноз именно эписторхоз. Конечно, сейчас существует много современных методов исследования. Допустим, это иммунологические методы. Ну, как говорят еще обычно, определяют паразитов по крови. Но самих паразитов, конечно, никто не определяет. Определяют наличие антител к антигенам паразитов. То есть, антитела формируются, и, соответственно, по обнаружению этих антител можно судить по наличии паразита. Но существуют также молекулярные методы исследования. Что это такое? Это когда идет определение в калии больного человека фрагментов ДНК паразитов. Но вот этот метод и иммунологический, и молекулярный, они имеют право на существование, но они не 100% эффективны. Почему? Потому что при, так скажем, слабом заражении, при невыраженном иммунологическом ответе, этот метод, этот, так скажем, способ диагностики покажет отрицательный результат. Несмотря на то, что аписторхисы живут в желчевыводящих путях. Таким образом, нужно сказать еще раз, я хочу на этом остановиться, что паразитологический метод является самым информативным. И он информативный, если это острая стадия заболевания, становится на четвертой неделе после того, как болезнь, затронула организм хозяина. Ну а если это хроническая форма аписторхоза, то, соответственно, всегда в протоках желчных путей можно обнаружить, скажем, следы жизнедеятельности аписторхисов. Вот такие вот методы диагностики, академической диагностики аписторхоза. Лечение аписторхоза. Нужно сказать, что этот гельминтоз аписторхоз – это заболевание, которое очень трудно поддается лечению. Лечение аписторхоза комплексное. На что оно направлено? Прежде всего, нужно уничтожить гельминт, нужно уничтожить этого кишечного печеночного сосальщика. И здесь назначаются противогельминтозные препараты. Что за препараты? Я их, конечно, не буду называть. Я хочу сказать, что они очень токсичны. И применение этих препаратов, как правило, производится только в условиях стационара. Потому как сам по себе препарат токсичен, плюс назначение этого препарата вызывает гибель живого организма. Соответственно, выброс в результате разрушения этих гельминтов, этих организмов, приводит к мощной интоксикации организма. Поэтому только в условиях стационара. И сразу хочу сказать, что это очень тяжелый метод воздействия. Но он является эффективным. И второе, на что направлено действие, терапевтическое воздействие, нужно восстановить функцию, которая нарушена. Что нарушено? Нарушена функция желудочно-кишечного тракта. Но прежде всего, соответственно, нужно снять симптомы интоксикации и восстановить функцию желудочно-кишечного тракта. Дальше. Общие принципы антипаразитарного лечения. Академические методы, мы с вами сказали, это серьезные противогельминтозные препараты, определенная подготовка, которая проводится в стационаре. Сегодня мы остановимся на аюрведических подходах лечения гельминтоза, в том числе и апистархоза. Итак, что относится к общим принципам антипаразитарного лечения? Лечение начинают с подготовки. И здесь тоже. То есть ничего в разрез с академическими представлениями не идет. Нужно лечение начинать с голодания или с назначения детоксицирующей диеты. То есть из рациона питания исключаются падости, рафинированные продукты, мясо, молочные продукты. Можно назначить легкие слабительные препараты. А затем назначается трех-пятидневный курс лечения антипаразитарными травами. Вот мы сейчас с вами остановимся на некоторых травах и некоторых аюрведических препаратах. Сначала давайте охарактеризуем, что к ним относится. Вот, как вы видите, основная аюрведическая трава для лечения кишечных инвазий является виданга. Виданга что делает? Она способствует улучшению функции толстой кишки, а значит улучшает, восстанавливает способность избавляться от ядовитых веществ. То есть в целом я хочу сказать, что применение этой травы направлено на снятие интоксикации. То есть это детоксицирующее вещество, снятие интоксикации. Дальше, следующее, что можно сказать. При лечении аписторхоза применяется кора осины. Что делает кора осина? Тут даже вы можете увидеть рецепт, как ее применять. Вот кора осины, как ее применять. Длительный курс вообще лечения, да, 2-3 недели. Этот препарат нормализует работу системы пищеварения. Это раз. Обладает противовоспалительным действием. Это два. И опять же снимает симптомы интоксикации. Дальше. Хотелось бы еще остановиться на таком аэровидическом препарате, как Шатхана. Что он делает? Этот препарат способствует выводу токсинов. И, соответственно, направлен на очищение, обновление организма. Что входит сюда? Какие сюда входят, так скажем, компоненты? Это плоды можжевельника, это экстракт пижмы, опять же кора осины, цвет гвоздики и экстракт граната. Ну вот, все, что мы с вами назвали, да, вот эти вот травы, которые, ну, общее название антипаразитарные, ну, мы должны понимать, что они паразитов-то не убивают. Их действие направлено на снятие симптомов интоксикации. То есть одного из проявлений, разрушающих проявлений апистархоза. Основное действие – это снятие симптомов интоксикации. И еще хотелось бы назвать один препарат, аюрведический препарат, который называется Кремигна. И вот препарат Кремигна, нет у меня его на слайде, это в чистом виде аюрведический препарат, это форма чурной, то есть порошка. Это набор определенного количества специй, который также оказывает, ну, не антипаразитарное, а снимающее действие интоксикации компоненты. Дальше. Значит, при апистархозе имеет место слабость пищеварительного огня. Соответственно, это способствует повышению жизненной активности паразитов. То есть нужно повысить активность вот этого огня пищеварения. И здесь как раз и применяются различные горячие специи. И вот этот препарат, который я назвала Кремигна, аюрведический, он как раз и включает в себя и красный, и черный перец, и гвоздику. То есть разогревающие специи, которые как раз вот способствуют повышению огня пищеварения. Заболевание хроническое может протекать годами, десятилетиями. Постоянные симптомы хронической интоксикации, конечно, изматывают и ослабляют организм. Поэтому для нейтрализации такого вот истощающего воздействия используются травы, которые обладают тонизирующим и питательным действием. Что к ним относятся? Это такие травы, как ашваганда, джиншень, бала. То есть они применяются в качестве таких вот тоников. Ну и теперь хотелось бы остановиться на профилактике. Если мы все знаем про возбудитель, если знаем способы заражения этим паразитозом, то профилактика, конечно же, нам известна. На что направлена профилактика? Это не значит, что там, что ест рыбу и полностью исключитель. Люди, которые живут вблизи этих водоемов, постоянно питаются рыбой, сказать, есть рыба. Ну это просто нереально. И, соответственно, нужно просто обговорить с методами обработки и приготовления рыбы, употреблению ее в пищу. Соответственно, рыба в сыром виде употребляться в пищу не должна. А рыба должна подвергаться различной температурной обработке, либо тепловой, либо воздействию низких температур. Значит, соответственно, тепловая обработка – это что? Это рыбу можно жарить, рыбу можно варить, рыбу можно коптить. Дальше – это воздействие соли, потому что соль – это очень, во-первых, хороший консервант, во-вторых, она обладает убительным действием также на личинки эпидорхисов. Соответственно, давайте посмотрим. Если мы говорим о замороженной рыбе, то должны соблюдаться определенные параметры. Если рыба находится и помещается в температуру минус 40 градусов, там она должна находиться не менее 7 часов. Если это минус 35, то время увеличивается, смотрите, время увеличивается в 2 раза, хотя температура изменилась всего лишь на 5 градусов. Если это температура минус 28, то, соответственно, 32 часа пища должна находиться вот в таких термальных условиях. Если мы говорим про нагревание, действие высокой температуры, варка, то варить рыбу нужно не менее 20 минут с момента закипания. Соответственно, жарить под закрытой крышкой с каждой стороны тоже считается не менее 20 минут. Ну, сложно себе представить, что практически все из нас соблюдают вот эти условия термической обработки. Поэтому, особенно в эндемичных районах, тут же выловили, на берегу тут же рыбу, уху сварили, пищу употребили. Вот, пожалуйста, идет постоянное заражение апистархозом. Если это, соответственно, солить, то определенной концентрации крепкий посол, да, большим употреблением соли в определенных концентрациях. И, конечно же, это соблюдение санитарно-гигиенических требований в условиях общепита, да и у себя дома тоже. Это то, что мы говорили вначале, разделочные доски, ножи, посуда и так далее. Вот тогда можно, так скажем, снизить риск заражения апистархозом. Теперь, как обычно, мы остановимся на, так скажем, диагностических признаках, которые мы можем увидеть на аппаратно-программном комплексе «Видопульс». Сразу хочу сказать, что, ну, мы это уже поняли, да, когда говорили о методах диагностики, что ни один диагностический прибор нам не скажет, есть у этого человека паразиты, либо нет. Мы можем только увидеть какие-то маркеры, которые могут нас натолкнуть на мысль о том, что здесь есть какой-то паразитоз, а о том, что конкретно это апистархоз, или это лимблиоз, или это что-то другое, ну, мы сказать не можем. Еще раз хочу сказать, что стопроцентная диагностика дает нам только паразитологический метод исследования. Итак, вспомогательные маркеры на АПК «Видопульс». Что мы здесь видим? Ну, прежде всего, это, конечно же, вкладка «Меридианы». Так как страдает система пищеварения, то могут быть различные проявления, так скажем, по функциональной активности «Меридиана». Давайте посмотрим на первый рисунок слева. Здесь в состоянии напряжения находятся «Меридиан» желчного пузыря и «Меридиан», соответственно, «Желудка». То есть в процесс вовлекается гепатопулярная система, желчевыводящая, правильно сказать, система, и, соответственно, какие-то воспалительные процессы стороны желудка и двенадцатиперстной кишки. Если мы посмотрим на вот этот рисунок справа, то здесь мы видим в выраженном красном цвете шестой «Меридиан». Это «Меридиан» тонкой кишки. Это как раз верхнее отдело двенадцатиперстной кишки, это куда открываются протоки желчного, общий желчный проток и проток поджелудочной железы. Значит, здесь, скорее всего, идет какой-то выраженный воспалительный процесс. И плюс вовлекается еще в какой-то воспалительный процесс и еще и меридиан желудка. То есть на вкладке «Меридианы» мы увидим вовлечение в процесс, ну, различных, как скажем, различные проявления нарушений функции системы пищеварения. Дальше. Следующая диагностическая вкладка – это вкладка «Недано». Давайте посмотрим на вкладку «Недано» субдоши. Мы сказали, что при паразитозе страдает огонь пищеварения. Он маленький, он снижен, и поэтому его нужно повысить. Вот что же мы видим во вкладке «Ватта», «Доша», «Ватта», «Субдоша». Конечно же, снижение функциональной активности. Сама «Навата» – вот она, сама «Навата». Это сила, управляющая в целом пищеварительной системой. Поэтому сама «Навата» будет находиться вот в таком истощенном состоянии. Если мы посмотрим на субдошу «Питта», «Доша», то мы здесь можем увидеть самые различные проявления. Какие? Но прежде всего, это будут изменения со стороны субдоши «Пачака» «Питта». Вот она. «Пачака» «Питта» вот здесь, на представленном слайде, находится в таком истощенном, недостаточном состоянии. «Пачака» «Питта» – это непосредственно огонь пищеварения. Это та субдоша, которая как раз управляет функцией 12-перстной кишки, функцией поджелудочной железы и функцией желчьего отделения. Так вот, здесь как раз мы видим такое вот снижение функциональной активности «Пачака». Что еще здесь отображено? В резком таком функциональном напряжении находится «Браджака» «Питта». Вот она. «Браджака» «Питта» – это та субдоша, которая характеризует состояние, скажем, активности иммунной системы и состояние кожи. Мы сказали, что токсическое действие аписторхисов очень часто проявляется кожной симптоматикой. Это расчесы, это различные элементы, высыпания и так далее. Так вот, если имеет место быть выраженный кожный, скажем, синдром, то «Браджака» «Питта» будет находиться вот в таком мощном состоянии напряжения. И если мы посмотрим на субдоши «Капха», то здесь что мы видим? «Браджака» «Капха» находится в таком мощном напряжении. «Браджака» «Капха» характеризует функциональное состояние желудка. Но желудок также вовлекается в процесс при поражении аписторхозом. И те субдоши, которые отвечают за психоэмоциональное состояние, они находятся, как вы видите, в таком вот состоянии угнетения. «Капха» совсем не выражено. А мы говорим, что психоэмоциональное состояние при аписторхозе тоже изменяется. Ну и показываю еще проявления, которые могут быть при аписторхозе. Какие? Что здесь изменилось местами? Сама новата также находится в состоянии истощения. А вот здесь обратное проявление. «Пачака», «Питта», «Огонь пищеварения» находится в состоянии выраженного напряжения. Когда есть мощный выраженный воспалительный процесс, либо это какой-то всплеск активности аписторхоза, вот тогда в целом идет яркое проявление со стороны 12-перстной кишки, со стороны функции желчных протоков, со стороны поджелудочной железы, «Пачака» «Пита» может находиться в выраженном состоянии напряжения. В зависимости от остроты процесса. Ну и всегда мы про это поговорим, что неспецифическим проявлением при любом воспалительном процессе является напряжение ракта-тхату. То есть это не дана, вкладка не дана тхату. То есть ракта-тхату будет находиться в состоянии напряжения. Это то, что касается, так скажем, аюрведических маркеров на АПК «Видопульс». Если же мы посмотрим кровь у человека, страдающего аписторхозом, правильнее сказать, любым гельминтозом, то без каких-то конкретных методов диагностики мы всегда увидим в той или иной степени выраженную эозинофилию. То есть еще раз хочу сказать, повышение клеток эозинофилов является одним из диагностических критериев токсического воздействия на организм. Чаще всего токсическое воздействие на организм оказывают паразиты. И то, что касается аписторхоза, пожалуй, вся информация, которая у меня есть. И еще хочу сказать, следующее, раз мы говорим сегодня о рыбе и говорим о тех паразитах, которые в ней живут, то весноводная рыба – это паразитоз, паразитоз, который называется аписторхоз, который мы регулярно слышим. Нужно сказать, что считалось, что морская рыба, морская рыба, она, так скажем, не подвержена каким-то таким вот паразитарным процессам. Оказывается, нет. В морской рыбе тоже, в мышцах, в самой рыбе могут жить личинки паразита, но совершенно уже другого. И заболевание, которое они вызывают, называется аницикидоз. То есть морская рыба также является промежуточным, так скажем, хозяином для развития листных инвазий и может стать развитием болезней у окончательного хозяинного человека, паразитоза, аницикидоза. То есть тоже при этом страдает система пищеварения и, как правило, тоже система гепатобилиарная. То есть это тоже нужно иметь в виду. Ну вот на этом, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, я, конечно же, на них отвечу. Спасибо. Всем большое спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok